Добрый день дорогие друзья, с вами канал Борис Энимал. Сегодня мы почитаем пятую главу рассказа пёс по имени котик. Поддержите наше видео лайками. Итак, поехали. Силуэт водителя показался котику слишком огромным. Пёс настороженно начал врезаться своим взглядом в разные детали, дабы составить уже для себя психологический портрет человека. Тем временем водитель медленно шел навстречу псу. На лице его была огромная улыбка. Котик не мог распознать добрые намерения или плохие прячутся за улыбкой незнакомца. В его голове даже проскочила мысль бежать, но в тот же момент внутренний голос сдерживал пса. Водитель подошел настолько близко к котику, что нос пса даже коснулся ноги незнакомца. Человек опустился на корточки и положил руку на голову нашего героя. Котик от страха зажмурился и приготовился к худшему. Вдруг пёс ощутил нежные поглаживания у себя за ухом. Приоткрыл глаза и осторожно посмотрел незнакомцу в лицо. Буря эмоций накрыла котика. Он увидел, что на лице этого человека были слезы. Пёс тут же уловил эмоции водителя. Это была смесь боли и радости. Пёс-котик ощутил, что радость связана именно с ним. Котик уткнул со своей мордой в грудь незнакомцу и незнакомец ответил ему тем, что обхватил пса двумя руками и крепко прижал к себе. Котику на мгновение показалось, что это его старый друг гузнец Семен. Всё в этом человеке ему напоминало гузнеца. Как только новые друзья оторвались друг от друга, пёс гавкнул рыжику и тот выпрыгнул из кустов. Незнакомец подхватил кота, прижал к себе и показал псу в сторону своего грузовика. Грузовик мчал по трассе уже больше часа. После знакомства наших героев с водителем, пёс-котик и рыжик всё это время жевали слегка подсохшую колбасу и серый хлеб, а их новый друг, управляя грузовиком, что-то взахлёб рассказывал им без остановки. Хотя котик и рыжик ни слова не понимали на человеческом языке, они чётко осознавали, что слышал только хорошее и в конце их пути на грузовике ждёт счастливая жизнь в новом доме. На этом наша история заканчивается и хорошо, что в наши дни можно вот так встретить на дороге доброго человека с большим сердцем. Пёс-котик и рыжик передают всем читателям приветы, всё у них хорошо, тёплый дом и добрые друзья-люди. Спасибо, что послушали наш рассказ, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании канала. До новых встреч!